добрый день я разговаривал с виталией вас что-то не видать вы не не в рамке где-то ушли вот так лучше видать разговаривал с виталией колениковым позвонил как-то тоже у меня такое желание как бы проявлялась но при прием как приехать такого желания как бы не было для записи вообще мне дали что тоже надо позвонить когда я там что-то вы что хотели приехать как нибудь в этом уровне потеряевку возможно когда-нибудь а зачем приехать на какое время или с какой целью как поработать пожить там ну как посмотреть на лагерь просто приехать поработать это нельзя у нас нет времени встречать провожать там все работают вот сейчас один приезжает он уже все закупил приезжает и думает начинать строится тогда можно еще в субботу приезжают двое муж женой чтобы посмотреть определенная цель а просто так приехать посмотреть нам зачем это нужно мы все заняты транспорта рядом нету нам это забота если встречать поезд приходит ночью это считай на день человек вырублен кого-то надо просить у меня нет транспорта а зачем вопрос конечный зачем вот ездят люди в Иерусалим я вообще этого не понимаю возьми картинки да посмотри никуда ехать не надо и вот на аэровокзалах толкутся крестные ходы это ничего не дает надо жить деятельной жизнью что господь заповедовал живи по христиански благовестуй слово божие и пользуйся каждым моментом для этого жизнь слишком коротка чтобы играть ей мы видим как быстро все заканчивается а приехать посмотреть у нас много роликов стоит вы можете посмотреть и как бы побыть незачем и ехать даже мучить себя вот приезжает которые крестить подготовленные к крещению тут оправдываются вот они едут издалека издалека просто сейчас вот открывает детский лагерь у них дети вот сегодня звонят один из канады приезжает разрешение дали ему другой ребенка посылает из москвы сейчас такая служба есть ну ему там все данные дают а тут в аэропорту встречает и платят деньги и принимает ребенка все оправдано другой набирает целую команду детей уговорит родитель он был в прошлом году крещен у нас а нынче учитель приехать с учениками это понятно а просто так нам зачем это праздно шатающиеся люди они только мешаются под ногами нам разговаривать просто некогда мы беседуемся только воскресенье в субботу подготавливаемся вечернее богослужение а утром храме литургии служение ну а дальше собрание а потом уже свободное время в этот день бывает где то можно побыть вместе поговорить если человек нуждается а поговорить можно и здесь у человека какие намерения это вот я вам ответил вы сами определите в какую ищейку вы входите и варианты да разнообразные я вот вообще когда-то у меня было такое желание вот с этим детьми там заниматься образованием не такой психолог там но сейчас я правда в такого непотребном виде что вряд ли что ну как бы такое вот было такая вот мечтали как не знали прелесть я не знаю что такое но вот такое желание у меня было и учился я на педагога-психолога там вот но потом не пошел по профилю работать там шел там такое вот но вы думаете с детьми заниматься а где ваши дети то откуда вы их возьмете да я я пока этого не думаю я пока этого не думаю ничего я я просто говорю что вот сейчас я делюсь с вами я я ничего не думаю у меня нет детей это серьезно очень понимаете это ответственность это уголовная ответственность за детей морально перед богом вот я набираю детей с разных концов звонят публикуем печати достать нужно продукты заехали туда трое они сейчас работает лагерь подготавливает уже два месяца я должен содержать их всех на мне рубля ниоткуда нет ниоткуда и вот это надо все обдумать чтобы дети лето провели не напрасно многому научились получили здоровое здоровье для себя а вот я хотел хотел просто сидеть как манилу помечтать у нас это не принято это слово нехорошее мечтать надо конкретно вот сегодня разговаривали вернее не разговаривали батюшка отец ахим ездил и ну там тоже детские лагеря есть он где ездил в россию ну и спрашивает когда что он сказал у нас подъем в детском лагере в пять утра в пять до такого лагеря ни одного больше нету я много ездил по скаутским лагерям в америке в других местах прошли до лиссабона все страны европы где нигде этого нет и не семь восемь там где-то а почему почему так всегда было предваряя рассвета и взывая на слово твое уповая давид говорит мы должны приноравливаться к святой библии к тому что повелевает дух святой если не сегодня то когда когда ты заложишь ребенок он должен знать и землю и небо приезжая с телескопом ночью ребенок разбуженный ему спать охота сон разогнать и он теперь звездное небо научается смотреть понимать ну костер картошка интересно готовят песнопение купаться или купаться купаться он может утонуть лазить по деревьям он может упасть понимаете и за все ты отвечаешь вот нынче у нас будет я сам создатель этого лагеря детского нынче сорок пятый год сорок пятый это больше вашей жизни сорок пятый а на нас какое было гонение коммунисты поставили задачу лагеря уничтожить за лето только не полные два месяца или два месяца было нет 15 комиссий краевых два уголовных дела против меня воздвигли я осенью приехал рассчитался подал в суд и все процессы выиграл всех разгромили на голову шабаш не чистой силы назвали это за нас вступилась путинская газета российская газета называется прокурор края вот до губернатора все за нас потому что все знают что это было ложное что на нас написали ни одного слова истинного не было родители пошли прям лавиной что все что говорите неправда что родители не допускают детей избивают они там ну спят на чем попало приехала комиссия все выглажено все выстирана там соринки нигде нету ну и все судят он тоже смотрит что то но вы выдержите это поэтому это очень и очень серьезно ты своему ребенку ума не дашь с одной женой не живешься а их сколько жен приезжает а лагерь комплексный родители могут жить с роде с детьми в лагере такого лагеря ты найди где бабки детки кого мы знаем но у нас очень строгая дисциплина все знают щетка ударил колокол один раз это значит у аналоя бегут бегом старый мало все должны бежать бегом два раза ударили занятия три раза чтение на обед четыре чтение евангелия пять значит на нас напали враги кто еще может бежать защищается у каждого оружие в руках пожар ребенок живет вот он все знают кто губернатор кто премьер-министр кроме божественного кто телефон изобрел мобильный кто вам интернет сейчас спрашиваем подряд взрослых не знают в интернете сидят вы это знаете кто изобрел интернет а он живой мы не только знаем мы молимся не то что знание это головная боль а мы молимся отдельно кто премьер-министр вот плохие отношения с турции мы детям уже рассказываем там ордоген вот аман тулей мы за всех молимся а уж своих президента владимира там премьер-министра димитрия мы всех знаем обаму мы за всех молимся написано молитесь за старей за начальствующих и мы детям показом это прямое повеление нам не дано нигде что нападать на кого-то воевать убивать а молиться это повеление божие у нас все посты соблюдаются пища должна быть здоровой а не так что ребенку обед кидали сколько детей в больнице лежат тогда писали 90 кажется 8 ребятишек под капельницами это еще годится а вам это сорок пятый год у нас ни одного случая не было ни одного почему полная отдача мы молимся такая же обслуга все православные батюшка лагеря освещает крестный ход вокруг лагеря понимаете это так немножко вам рассказа это же не но между день это же ребятишки конфликтной ситуации один обозвал у нас обзываться нельзя драться нельзя я за все накажу у меня физическое наказание крапивы много и родители расписываются что согласно по другому его никак и все ребенок уезжает совершенно другой нами занимается не просто так приезжают сотрудники фсб и уезжают ни с чем дают отчеты говорят что дети чувствуют себя прекрасно ничего не подтверждается а врагов то много они завидуют я от их лагеря государственная где я их называю гнойники разврата у нас делают келье комната мальчики девочки где-то девочки мальчики даже рядом с дверью не имеют права пройти во время игры чтоб пальцем не коснулись один другого играют в футбол бывает там еще что-то кто-то замечает понимаете сколько всего каждый день чтение евангелия каждый день четыре раза разборка разборка кто-то обидел кто-то не сделал кто-то нарушил и мы все время подтягиваем отстающего дежурная в шапочках напротив каждого стола свои дежурные у нас зализаны чашки за 40 лет с лишним у нас не они ни одной ложки не выбросили пищи все блестит поднял чашку вот так но видать дежурным огнурку теперь положил кверх ногами все ну же второе два пальца ни одного слова за столом нету за столом как в алтаре яна москаменский говорит и дети знают это видишь как я вам рассказал а вы в это время но я приехал посмотреть а нам зачем нужны соглядаты смотреть я хотел бы ну и поработать у меня такого желания сильного такого не было виталий просто мне говорит что позвонить я тихом еще я вот как-то и позвонил ну вот что такое вот во мне то было ну как до этого ну сейчас я говорю как-то вот у меня вот понимаете работа допустим мы вас как-то знаем я вас знать то не знаю работать хочу теперь ясно дело нам нужно много копать нынче думаем заложить два пруда валим деревья нужно шкурить тащить смолить ставить там работа в прошлом году мы еще три пруда восстановили там работа мы идем друг за друга держимся полной темноте домой идем а уже снег выпадает и все сделали нынче приезжает там архиерей митрополит приехал все девяться озеро открыто дорогу сделали щебенка это само ничего не делается государство ни одного рубля нам не дает ни одного и мы благодарим бога что они не лезут хотя бы мы только об этом просили чтобы они нам не мешали у нас хватит всего знаний таланты найдутся люди которые слышат голос божий которые помогают я вас уже не предупреждаю вы не первый раз у нас все выставляется что записывается вы не против я не против если будет кому-то полезно но полезно я вам говорю полезно не полезно я разговаривать не буду кто не согласен записывать я выключаю и больше никогда не встречаемся мне зачем время тратить вы видите сколько я вам в крапле не даю священного писания определенно мы считаем святую библию песнопение разучивается божественное костер картошка каждую пятницу если погода позволяет ребенок все это знает идем по ягоды представь себе он как дальше варится варенье они стараются стряпать отдельный день там учат их стряпать он свои две русские пищи представь пампушка его руками сделано это сотворенное рыбачить там ходят ребенка досуг должен быть интересный направленный да конкретно направленный постоянно мы к небу к небу идем не просто так собрались как провожаем чтобы уехали все мирно в прошлом году девочка одна приболела она слабенькая такая в тенёщик надо тенёщик я сразу решил делать шалаш и мы такой шалаш сделали на 30 человек шалаш из травы непромокаемый а для ребенка это память на всю жизнь как делали как они подтаскивали жерди как шкурили как траву косили возили камыш понимаете как это создается новое у него восприятие этого мира радость да для ребенка радость вот именно чтобы он пожил в своем мире как вот то что для него важно то что не для взрослого важно а вот именно для него что касается его как бы то что сейчас здесь этого не хватает вообще вот в городе там все и прочее понятно что направляет все как бы это все в другую сторону все это как взрослые хотят так все и делают да тут ты должен сам быть со христом и тогда они дети это увидят что ты не играешь это ребенок да 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 что это что это что ты так так живешь а не играешь да мы пруд когда готовились а там уже соскребать сучки там отпиливали дети таскают бросают а нынче когда они приедут там еще не узнаешь это как будто бы в другой местности я уже заранее представляю сколько у них будет удивления радости они-то начинали там какая-то низенькая плотина была и сейчас там такие сливы и столько воды там рыбы купили купили запустили мальков это ребенок все это увидит что вот плоды он там чуть-чуть участвовал то а все равно его труд там есть там сучки потом сметали относили листья там чтобы они не мешали нам а потом уже мы технику наняли все это надо было платить нам обошлось это больше чем полмиллиона полмиллиона и никуда это никуда тем более я в городе живу для себя ничего нет и мы только лагерями работали деревенские зимой они убирали деревья тогда и летом помогали а остальное мы все одни ни одного нету вот тебе и гуру вот тебе и зомбирование эти которые ничего не знают они языком то шевелят они думают что за это на суде божьем отвечать ты начни делать я тебя это хмарь от ползет в сторону один раз живем надо жить интересно и в бедности и не замещать этой бедности вот у меня видите у меня же там супружеские моменты тоже присутствуют может помните из того разговора что вы говорите выйти 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 из египта выйти из египта долгое время он долгое время у меня этого это уже до вашего разговора мне но это уже было я разговаривал то же самое и у меня пока вот такая ситуация тоже другое это уже личная конечно могли одно и другим связано получается что как-то я не знаю Ну как так жизненное предназначение не надо искать да я неправильно понимаю что искать жизненное предназначение свое я неправильно понимаю эти вещи понимаете вот я не искал никоган на значение оно само идет к деревне работы и искать не надо она одна за одной к тебе идет так и это еще бы не видел я вижу я тут сгодился Я вижу много преступников. Я сразу пошел работать в тюрьму. Бесплатно. 17 лет только в тюрьме. Они знают, что я зэк. Я каторжанин. Я знаю, о чем он думает. И все знают, что кто я. Я не просто пришел в какой-то слюнявый там молокосос. А я зэк опытный. И они со мной так и разговаривают. Несем Евангелие. Даже на Пасху яйца покрасили, принесли по камерам. Потом я их встречаю в городе. Иду ходатайствовать в комитет по правам человека. Прокуратура у края. И все это с начальством. Каждый год грамота от руководства тюрьмы. СИЗО называется. А зачем нужен? Вот конкретно. Вот начинает говорить. Народ еще не знает. Студенты такие глупые. Я в разных пяти университетах повел занятия. Только в одном 17 лет. И бесплатно. Понимаете, вот вопросу. Дети, дети, беспризорные. Как в гражданскую войну больше 3,5 миллионов по стране есть. Нет. Ну а что ты сказал? Вот организовал лагерь. 45-й год. Мы занимаемся. И государство ни рубля не дало. Насылаться не надо на бедность. Работай. Я все время работал на двух, на трех работах. Всю жизнь. Я неукротимый был. У меня всегда выработка была 280-300%. Не гляди, что я небольшого роста. Метра 72 всего. Конечно. Дело это не в росте, дело в духе, конечно. Вот понимаете, как вы сами себя убиваете этим. Вот если бы вы так как-то ближе были знакомы, можно было бы разрешить там на месяц поработать. И вы бы увидели, что из вас пойдет. Какое недовольство там или что-то. А если бы себя настроили на то, я таким не буду. Я должен быть другим. И все. Вот Виталий-то. Ему это не раздалось. Спорт ему надо показать, мускул. А работать он так. Стихаря, потихонечку где-то. В лишний раз не разбежится. У нас это не идет. Его все время надо, говорится, подталкивать. Иногда и пинать. А ну-ка давай. Опять. Володя что не делает. Он рядом стоит как зритель. Он как телевизор смотрит на эту жизнь. Работай. Работай, чтобы видно было, что делать. А то начинает лопатой дерево рубить. Лопатой землю, я говорю, копать, а не дерево рубить. Что ты делаешь-то? Понятно. Слава Богу. Ну, понятно, Игорь Тихович. Ладно, хорошо. В общем, так сказать. Пока я вот говорю, что у меня пока решения такого даже внутреннего до конца и нету такого, чтобы поехать. Ну, как вот. Было такое желание? Вы не нужны и такое. К нам едут люди, чтобы огнем горел, чтобы он жаждал, считал себя счастливленным, что ему разрешили. Мы разрешаем далеко-далеко не всем. Вот поступило полторы тысячи заявок. И мы разрешили приехать только троим. Представь, какой процент. А остался только один. Вот и все. Какие качества. Своими силами все. Помощи никому никакой. Вот тебе земли, а вот давай. Лопаты нету? Покупай лопату. Ну, я дам на время. Но ты должен научиться не протянутой рукой стоять. У нас в уставе записано. Не будь человеком с протянутой рукой и дай. Стыдись этого. Научись подавать сам. Я вот с Америки приехал. Я там выступал много. Ездил. От океана до океана пришлось проехать. Ну, меня пригласил митрополит, епископ. Там из Канады, из Америки. Если бы я не сидел, никто бы и не знал. И спрашивали, как вам КГБ помешало. Я говорю, наоборот, они мне помогли. Я бы у вас тут в гостях не был. Они меня сделали известным. И вот мы ездим. Я все присматриваюсь. Как у них. Их воспитатели в лагере. Я говорю, даже на территорию лагеря не пустил бы. Какие они. Ни посты не соблюдают, ничего. Как себя ведут. Молодежь разбредается где-то. Парни с девками ночью из темноты вылазят там из леса. У нас эта вещь немыслимая. Вообще. Легли спать, ни один никуда не выйдет. Я отвечаю за них, несу ответственность перед Богом. Перед народом Божьим. А это какая так? Неправильно это живут люди. Ты должен понимать, что умрешь и на суд Божий предстанешь. И что ты скажешь? А это критику наводить или не критику. А так просто рот развинуть, говорится. Горящий воздух глотать. На холме стоять, как не в походливая ослица. Тебе зачем это? Ты так работай до пота, что Бог заповедовал. В поте лица будешь есть хлеб твой. И вот у тебя все будет. Все. Все посажено. Я вот только сейчас зашел. Здесь, где живем, здесь шлак, рада Навальная. Земля-то не родит. Ну тут два дома у меня стоит. Это я выиграл. Суд подал в суд, когда освободился. Реабилитирован был. У меня же много изъяли. Полная стоимость была. Они мне государство должны 11 миллиардов. Это не минированные деньги еще когда были. Да, я создал, считай, самую крупную в мире фанатеку. Все это. И все изъято там было. А когда реабилитирован, я подал в суд. 11 лет шел в суд, и я его выиграл. И вот ответственность была дана ответственным лицом. Это городская администрация. А КГБ в стороне оказалось. А у них платить нечем. Я предложил рассчитать все недвижимостью. И вот молимся здесь. В втором домике я сижу. В центре города. В центре города. 13 соток. Ну вот посадили тык. Вот сейчас пошел. Счера пополол. Сегодня поливает. Жара такая стоит. Ну здесь нахожу. Я туда-сюда ложу голубям. А у меня вот в пятницу будет мне 77 лет. Да вы до 77-и-то дойдете. Еще с вас будет-то. А все меня не верят. Какой у вас голос, то другое. Да меня еще... Я ни на что не смотрю. Я прожженный, продавленный, нашинкованный на мелкое. И все это мне полезно. Мне интересно жить. Все время у меня новые. Новые друзья. Близкие люди. Вот сейчас ехать я подготавливаю. Уже заранее обдумываю. Как сделать? Как достать бульдовзираю? Там думали кран достать. Самосвалы в прошлом году. Как это сделать? И там еще большой пруд есть нетронутый. Там сумели мы когда-то сделать. Только не нынче еще. Чтобы проезд был в деревню. А уже на себя имею. Понимаете? Планы. И планы все до одного выполнены. У вас получается исполняться? Я прорабом работал. Прорабом работал. У меня 250 человек было еще до армии. Шесть объектов. Я тоже не знал. Жил в деревне. Господь умудряет и дает. Дает. И ты делаешь, и тебе интересно. Потому что ты видишь плоды своего труда. Вот сейчас полностью по лагерю пошел. Вдруг отдал вечерний Барнаул. Не публикует. Позвонили в редакцию. Говорят, запретили публиковать. Безведомо городской администрации. А почему? А вы не зарегистрированы. От имени организации. И как же у нас регистрация в краевом отделе юстиции? Ну, видимо, его затронуло что-то. Ну, а я что? Я сразу на молитву. Никуда не звонить. Еще маленько прошел. Он мне звонит. Уже дозвонился до городской администрации. И там ему разъяснили. Все, все, печатаем, печатаем. Все. Он понял. Какие у нас отношения. А я все равно зашел в городскую администрацию. Подарил книгу. Он мне звонит. Благодарит. Да какую мне честь оказали. Труднее городской администрации. У нас хорошие отношения везде. Видишь, как Бог делает. Не смотри тому, что, говорится, козявки такие. А Господь дает усами шевелить. Да, вот это, конечно, удивительные вещи, как вы говорите. Вдительные вещи, да. Вот Виталий разрешение ему дал приехать. Не так. Он под присмотром там работает. Теперь дали ему там заработать. Там у нас бесплатно. Но его там кто платит, отдали туда. Потому что у него элементы. Да, да. У него это было вообще. Видите, мы все учитываем это. Все. И он уже уедет, если... Он уедет совершенно другой, какой был здесь. Он увидел, что такое общинная жизнь. Вот тут ролик, он там беседует, сидит. Виктор Николаевич Савченко ему говорит. Что это дает. А ты общину организуй. Даже у меня враги, и те понимают, что-то можно. А общину не создать. Не создать. На пустом месте, в степи, деревню. Не создать. Тем более, такие правила. Не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. Мы единственные на весь Советский Союз были. Единственные сейчас. Вот так. Русская Православная Зарубежная Церковь. И принимаем акт о каноническом общении. И патриаршие к нам приезжают митрополиты, и епископы, служат мы вместе. Но под их длань мы не идем, чтобы остаться живыми. У нас все объяснимо. И к нам претензий никаких нет. Понимаешь, где не возьмешь, везде у нас свобода. Абсолютная, полная свобода и независимость. И талант развивается ежедневно, даже в ребенке. Дай ему свободу. Ребенка не надо дергать. Вот я ему очертил рамки, за это заходить нельзя. Все. На велосипеде кататься дай. Купил два велосипеда было в лагере. Вот. А один сверху наблюдает, чтобы дальше не закатились, потому что за деревьями не видно, как бы он чужой кто-то не напал. И дети это знают. За ними наблюдают. Вот за рамки вышел, будешь наказанным, больше не будешь кататься. Ребенок должен знать. Неотвратимость наказания. Да, поощрение наказания должно присутствовать. Ну а как? Ну а как по-другому? Если он не слушается никого. А поехал домой, он другой. Приехал первый день, коноплю, рвет и к носу уже. Наркоман. Прошел месяц, его родители не узнают. У него, как вот, кирзовые сапоги, голенища, вот такое лицо. А парнишке-то 14 лет. А поехал он, как будто бы другое. Лицо разгладилось. Мать приехала, обнимает. А он только сестренку там долбил и никого не слушается. И Валерка уже другой. А как вы это могли? Приезжает профессор психологии. Директор Кэстонского института с Лондона прилетела к нам. Представьте себе, на навозную кучу. И Останкина сопровождает ее. Она прочитала, узнала и хотела на деле. И когда все узнала, и она сказала, как Сариса Савская. Говорит, мне ей в половину не рассказали про вас. Приобрела книги, а потом такой материал дала в интернете. Ксения Деннон. Пусть какой-то лагерь скажет, что Господь благословил так, что к нему приезжают директора из Англии, из Великобритании. С чего ради-то? А у нас, мы просто говорим, у нас с Израиля люди, с Бразилии, с Франции, с Германии, с Греции. Не говоря уж местной республики. Это Господь так делает. А у нас ничего и нету, особенно ничего. Просто мы живем и живем. Мы не надуваемся. Посты соблюдаем. За всех молимся. Детям это интересно. И футбол, и волейбол играют, и настольный теннис. Ну, там все, все игры есть. На ходуля ходят. Там сделано такое, 75 метров на уровне груди ходить, как бум. Детям вестибулярный аппарат они работают. Городки, ходуля. Ну, все из подсобного материала. Ну, все это интересно. Да, да. Развитие какой-то, там ловкости, там еще чего-то. Ведь я рассказываю то, что дорого, близко. Я просто один день беру и представляю, как дело у нас идет. А те, которые там бывает нападают или что-то, я знаю, у них ничего этого нет. Он пустословит. Нет ничего. Ну, покажи твой лагерь детский. А что он покажет? Ну, покажи общину, тобою созданную, из новых людей. Чтобы все до одного, все до одного были в полное погружение крещеные. Чтобы все сознательно пришли к Богу. Ну, найдите мне одну общину, одну. У меня, кстати, по-моему, не было полного погружения. Я же в взрослом уже в возрасте крестился. Если не помнишь, значит, 84 правило 6 Вселенского Собора. Не сомневаюсь, прими крещение. Взрослых, да, уже. Это точно там не было полного погружения. Вы видите, несвободный человек. С вами опасно знать. Вот он приехал, Виталий, а она его долбит. Уже ты связался там с сектантом. А, да, да, так у меня общаются жены. Вот что у нас, как бы, это, жены общаются, понимаете. У нас такая тут каша, что это. Они вот, они тут, как бы, вот сектанты там начали. Они это слово-то не знают, что такое сектанты-то. А сказали, она думает, что-то другое-то, вроде фашисты какие-то. Она не знает даже. Объясни, что такое сектант, напиши. Ну, ты открой политический словарь и посмотри, что означает сектанты. Сектанты политические, религиозные. А с чем они отличаются от обыкновенных людей? Ну, там всего два пункта только сектанты. Это разница вероучения, центральное. Непризнание Никео-Цареградского символа. И второе, нет института священства. А у меня брат священник, к нам ни с какого бока, на сантиметр нету сектантского. Но она знает, сектант это ругательно. Она не ходит в храм, блудница там, ну, букву Б его можно назвать, где попала, бродит, наживает, мать-одиночка. Но она не сектантка. У меня один знакомый, близкий знакомый. Ну, кто-то обозвал его сектантом. Он говорит, какой я сектант? Я православный. Да ты сектант. И он тогда решил доказать, что не сектант. Давай каждый день напиваться. И валяется, где сектант это не пьют, а я пью, я православный. И запился сейчас уже при смерти. Все еще доказывает, что он не сектант. Сектанты же пьяные не валяются. Он не мусульманин, мусульмане же не валяются. Он православный, он валяется, перемощица лежит на людях. Он самый настоящий православный. А потом перекрестится. Вот и все. У него самое мощное доказательство. И теперь его никто сектантом не называет, а называют пьяницей. Православной. От противного, да, метод? Метод от противного. В другую, как бы, это зайти. Ну, вот такая вот, как сказать, такая вот у нас. То, что я не обращаю на это внимание, я, конечно, это все есть. Так что думайте, будьте другим. Будьте полностью независимы. Самые неприятные люди, это подкаблучники, которым жена руководит. С ним разговаривать нечем. Она только пшикнула, его уже и нет. Посмотри, как ведет себя Рамзан Кадыров. Как он говорит? Жириновский. Он прямо говорит. 50 лет женщине ее куда сдавать? Там где-то в общежитии или в дом дурдом сдавать? А на життя от нее никакого нет. Владимир Вольфович выступал. Там выступает Пугачева против него. Он ее растрепал. От нее только, говорит, шкурка полетела. Он, видишь, какой заполошный. А его растрепал Рамзан Кадыров. От него ничего не осталось. Собака. Скурс. Какие слова-то. Рамзан Кадыров это пример. Какая у него семья. Он самый популярный, самый известный глава администрации. А там маленькая Чечня. Нас пугали. Не езжайте. Там беда такая. Там головы режут. Мы три раза проехали. И там книги оставляли. С людьми беседовали. Вообще замечательно. Нам очень понравилось. В Азербайджане были. Даже в доме мулы ночевали. Какая беседа была. В мещеть ходили. Вы видели, может. Посмотрите ролики. Все засняли. Это Бог так делает? Да. Милость Его, конечно. Ну, ладно. Все. И на течении. Я не сказал бы это. Все. Все. Долго. Вот думай. Теперь мы вернемся. Если разговор будет. Когда только с 10 октября. До 10. У меня там слабый интернет. В деревне там через Мадем. Не знаю, что сделают. Да. Там есть и как говорится. Господь дар. Вот так. Ну, храни вас Господь. Давайте. Что вы слышали. Так. Обдумывайте это. И вот это, когда малодушничают. Бросают жену, детей. Это, во-первых, хотя противозаконно. А во-вторых, ну как, твой ребенок там брошен. Я не о вас говорю. Вообще, мужики. Я одно еще не проглотил эту зелень. Эту полынь. Опять знакомится с другой. Думает, она лучше. Она одна и та же. Там ничего нет. То же, что и впереди было. Молиться она с тобой не будет. Единственное, украшение, строптивое, это молитва. А она не верит. И тебе ничего с ней не сделать. Как кресло Рассаната. Говорит, ее тело. И она распорядится им, как она хочет, а не как ты хочешь. И все. И ты будешь кормить не знающего ребенка. Тебе она вообще не нужна. Ты сегодня прожил без нее. И вчера прожил бы. А теперь такую беду нажил. И не знаешь, куда прятаться. Зачем тебе это надо? Я не про вас говорю. Вообще, как бы. Я понял, я понял. Нет, ну я понимаю даже, что это да. И здесь-то не в этом дело. То, что есть, то и есть. Я с этим как бы смиряюсь. То есть, я с этим не это. А то, что она не молится у меня. Ну там, то, что вы видите, совсем не понимает этого. Ну что делать? Вот так есть. Она не сектантка. Но она не сектантка. Она православная. Любой монет подойдет к батюшке. Батюшка накроет ей Петрахилию и разрешит ей все делать. Она чаще своевается, чаще причащается. Видите как. А она никто. Она совершенно неверующая. У нее нет понятия, что такое слышать голос Божий, жить в духе. Она не знает это. Бог требует поклонников. Ищет поклонников в духе истине. Она вообще ничего не знает. Но она знает, что батюшка все простит. Поэтому над нами все смеются. Она мне стихи ваши читала по поводу Виталия. Вот там, когда вы охарактеризовали. Вот она про меня тоже читала. Ну то есть, говорит, вот это и ты тоже есть там. Как Пороша, как Пороша там, что-то там. Где-то там, как Пороша. Среди поля там, среди зимы там. Ну что-то такое. Немножко запомнил. Вот так вот. Я каждый день выставляю два свои стихотворения вечером. На нашем Ютубе. Два. Вот видимо они оттуда взяли это. Взяли уже. Я 400 с лишним стихотворений выставил. Там столько заложено смысла. Там расшифровывать надо. Другой, кто понимает, так он головой крутит. Ой-ой-ой, говорит. Никогда не думал. Сегодня я выставил два стихотворения. Посмотрите на Ютубе. Ты в них не в каждую строчку. И ты увидишь, как тебя растревожат эти слова. Ладно, Ютубе, всего хорошего. Всего хорошего. Давай. Слава Иисусу. Я отключаюсь. Отключаюсь.